а вот это жара ребята вот это жара Надо быстрее есть, потому что замерзает Кому там снега мало было, ребята? Я не знаю, что это такое Просто несколько дней снегопад не перестает Вот такой сугроб у нас обычно где-то к Новому году Сейчас ребята чистят уже 2 часа Пока там чистят, здесь все заметает А что в горах? В горах жесть! Погнали! Ну вот, наконец-то снега насыпало как надо И сегодня ожидается самый настоящий Паудер Дэй А в Паудер Дэй, как известно, нет друзей Потому что все копают Съезжаю с дороги и штурмую первую горочку Я думаю, что мы здесь и будем весь день 146-й снегоход не хочет ехать в такой снег Давай-давай-давай-давай Опа! Разворот! Да, неудачный разворот Ничего, сейчас накатаем И по следам можно заехать хоть задним ходом Так как температура воздуха минус 3,5 градуса Снег очень влажный и тяжелый Мы называем такой снег мыло Потому что пока ты газуешь, ты едешь Но как только ты отпустил газ, ты уже копаешь Снег забивает гусеницу Ой-ой-ой! Вот это ребята исполняют И еще одна попытка Нужно разогнаться по следам как следует Ну все, накатали как надо Сейчас точно заеду Тем более и наверху уже следы есть Полный газ В прошлый раз вот здесь развернулся Да, все, заехал 146-й снегоход по факту Рельсы 146-е Осторожно, дорога Ой, как жестко Несколько дней назад здесь ходил ротрак И сделал большой брустер Ладно, поехали вниз Прыжок Главное, чтобы под снегом не было ни пня, ни камня А то подвеску можно так оставить Хоть снега и выпало много Но его недостаточно, чтобы засыпать вот эти все кусты Обычно их здесь нет Субтитры сделал DimaTorzok Ну, собственно, ребятки, вы все видите Очень тяжело дался подъем Прямо Я уже со счета сбился Накатывали, накатывали Лех, ну что у вас там, как дела? Сань, да все нормально Я заехал по этому склону Вольера тоже Пацаны там тоже некоторые заехали Некоторые еще здесь на склоне В целом все хорошо Да Еще там в начале Ребята сидят Но у нас банда очень большая За 10 человек Еще там с утра добавилось Вот это жара, ребята Вот это жара Поларис старенький Заехал Ну, правда, здесь уже накатали, конечно Поэтому уже полегче Привет А вот и новый Поларис На самом деле Это такая тренировочная горка И на основной склон Можно заехать по дороге Которая идет сбоку Но, конечно же, интереснее Заезжать по свежему снегу Это самый кайф Снегоход очень тяжело Набирает скорость И для того, чтобы разогнаться Приходится выезжать на следы Только по следам Снегоход нормально разгоняется А когда разогнался Застрять сложно Потому что инерция Снегоход 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 В таком снегу очень сложно кататься Но интересно Снегоход 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 Чувствую, что пора уже скоро ехать домой, потому что засадка за засадкой. Снег мыло, поэтому сильно газовать смысла нет. Качаешь снегоход из стороны в сторону, натаптываешь и потихонечку, чтобы гусеница зацепилась, снегоход выезжает. По случаю катнул на поларисе, у меня таких было несколько. Огонь, поларис, вообще ласточка. Так, ну что же, замерим сколько здесь снега традиционным способом без щупа. Понятно, что здесь два метра с лишним. А дальше метр жесткого снега, когда был дождь. Потом он замерз и вот, по грудь считай. Но идти по такому снегу, прямо то еще удовольствие. И снегоход едет только на газах. Не важно какой, 154, 165 или 147. И честно говоря, я боялся, что на 147-м снегоходе в таком снегу будет совсем плохо. Но не так все печально. Он едет примерно как 154. Конечно, 154, когда идет в гору, он заезжает на метр, на два дальше. Но по факту, если на этом хорошо разогнаться, гусеницу хорошо раскрутить, едет он тоже достойно. И мотору крутить легче эту гусеницу. Соответственно, обороты скидывает не так, как 154, но все равно скидывает. Еще, конечно, нужно разобраться с настройками, передатку, может быть, немножко поменять. Сейчас ременная коробка изготовится. Еще одна я сюда поставлю ремень и уже буду экспериментировать с передаткой. На ремне там проще, чем эту коробку постоянно масло менять. Ладно, поехали еще покатаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова